всем привет меня зовут Руслан вы на канале Китай Звучился сегодня у вас будет ремонт для подписчика соседа а также блогера Ильдара с канала Ильдара самоделки 74 информацию о канале вы сейчас видите своих экранах речь пойдет об экшен камере UI 4k моделька у нас 1616 int все бы ничего ну как бы экшен камера да экшен камера что не разговаривать если бы не одно но а это но такое себе китайцы допустили очень много брака делая эту камеру камера кстати полностью функционирует у нас сделали очень много брака брак заключался у нас дисплеях в сенсорах и в данном случае брак у нас заключается в микрофоне а точнее двух микрофонах здесь стоит два микрофона оба они цифровые и какой-то из них выше устроят и дает у нас посторонние шумы это не влияет на качество видео но влияет на качество звука и смотреть видео с такой камеры абсолютно неприятно поэтому сегодня произведем ремонт данной камеры поменяем на ней оба микрофона и тут нас ждет такая небольшая неприятность у нас микрофона с маркировочкой но по данной маркировки ничего абсолютно не доходит не в китае не у нас я думаю ладно не первый раз такая херня снимаю микрофон еду во все известные мне магазины в нашем городе проезжая абсолютно все и ни в одном из магазинов нет ничего похожего даже я уже отчаялся думаю куплю плату целиком сборе шлейф на алиэкспресс он продается и стоит он порядка 1000 рублей но дороговато согласитесь для такого ремонта отдавать на запчасть 1000 рублей плюс работа будет просто невыгодно лазью по форумам и нахожу ссылку которая приводит меня опять же на youtube где я нахожу видео где парень меняет микрофоны на данной камере видео у нас с русскоязычного канала на видео без озвучки в описании к видео я нахожу информацию про микрофоны что микрофон у нас здесь стоят от galaxy s3 похожие и в принципе от s3 samsung они подходят сюда от i9000 ну недолго думая достаю свою коробочку как она у меня выглядит здесь микрофоны и разъемы нахожу там два микрофона от s3 и смотрю распиновка у них абсолютно одинаковая так что давайте сейчас произведем ремонт разберем ее и перепаяем данные микрофоны после этого мы проверим качество запись звука я думаю она не сильно ухудшится может быть даже и но и улучшится потому что китайцы удешевляли производство данной камеры до минимума чтобы она была дешевле хотя как дешевле у нас нашей стране ничего дешевле быть не может так что давайте приступим переходим в режим говорящие руки и наслаждаемся ну чтож мы переместились за стол вот так выглядит наша камера более ближе так рассмотреть если она полностью работает включается записывает видео но как я уже сказал у нас проблема с микрофонами для начала юнатор собрать для этого извлекаем отсюда аккумулятор и несмотря на то что это экшн-камера разбирается очень легко я уже и разбирал поэтому мне будет проще сейчас еще инструменты с найдут все будет хорошо ну что-то инструмент я уже не наблюдаю кто-то у меня тот лазил по ходу дела ну да ладно инструмент не а нет нашу извиняюсь нашу инструмент обычная лопатка наша и тут то видно пластик не очень хорошего качества и маленько оставляются заусенцы хотя лопатка вскрывает обычно без заусенцев поддеваем корпус и наша экшн-камера в принципе она отстегивается довольно легко несмотря на то что это экшн-камера но опять же она экшн-камера только в боксе без бокса это просто регистратор можно сказать отщелкиваем корпус именно переднюю часть где у нас находится объектив эту пока можно прикрыть отщелкнули и первый раз при разборе у вас будет тут подклеена такой скотч небольшой двухсторонний далее выкручиваем все видимые и невидимые винты их тут у нас порядка шести штук по-моему я уже не помню все выкрутил отстегиваем шлейф вот этот отстегиваем шлейф дисплея после выкрутили винты легкими движениями пытаемся приподнять основную плату системную нашу на которой находится объектив шлейф не забыли отстегнуть и вытаскиваем нашу плату так она выглядит плата убираем в сторонку она нам не нужна теперь нам надо достать вот эту часть это держатель аккумулятора не знаю для чего он так выполнен можно было выполнить это все целиком в одном исполнении с той платой но китайцам виднее это останется на их совести нам остается только аккуратно достать дабы не повредить не шлейф дисплея потихонечку поддеваем она там подфиксирована маленько и достаем эту часть корпуса все шлейф мы не задели шлейф у нас как видите целый кнопочка выпало это нам не надо нас интересует вот эта часть здесь находится шлейф я уже один микрофон и сюда снял подбирал ездил и шлейф у нас был подклеенный шлейф мы отклеиваем и имеем вот такие вот два микрофона было по поиску по маркировке ничего не находит на микрофонах есть конечно же маркировка но ничего не нашел я теперь нам надо снять старые микрофоны и запаять сюда новые включаем станцию берем скотч наш любимый который блестящий алюминиевый и теперь чтобы ничего больше не разбирать мы так это оттягиваешься собака давай давай отклеиваем скотч и фиксируем наш шлейф этим скотчем чтобы его не пожечь ни в коем случае нам его пожечь не надо можно купить до шлейф продается но давать тысячу рублей за кусок шлейфа китайского желание у меня как-то не очень и еще осознание компоненты чтобы они у нас не уехали тоже прикрываем слегка так вот получается с поближе все под покажу вот так замотали то есть вот один микрофон вот второй микрофон smd компоненты на второй микрофоне у нас принципе не мешают и на первом тоже там стоят да и боксе пусть стоят теперь у нас шлейф внизу он замотанный мы его не сожгем далее берем какую-нибудь держак державку какую-нибудь так вот чтобы видно было поверну камеру приподниму так есть здесь у нас новые микрофоны ссылка на них будет в описании если с китая будете брать маленько капнем сюда флюса совсем чуть-чуть чтобы проще размягчился припой и паять будем снизу чтобы не снимать нижнюю пластину она металлическая и она очень сильно приклеена не хочется мне срывать давайте пока греется у нас фен подготовим микрофоны микрофона потребуется два рассказал на паяльники выставляем где-то градусов так немного 300 я думаю хватит чтобы не пожечь наши микрофоны достаем их так с ленты так тут он не бомбит никогда мне я по включал без звука насколько я помню на телефоне ну ладно так второй микрофон достали так я думаю паяльник у нас уже фен нагрелся давайте попробуем снять наш микрофон греем снизу дабы не пожечь ничего греем греем сейчас шлейф у нас снизу прогреется микрофон все микрофон у нас поплыл убираем отсюда этот микрофон второй маленько переставим крокодила чтобы у нас два микрофона сразу можно было запаять также маленько флюса теперь нам надо паяльник и припой припой у меня механик такой толстоватый маленько но есть потоньше я еще не распаковывал не открытый и вот эти вот контакты мы залуживаем уже нормальным припоем не той бесфинцовой херней на которой припаяны микрофоны с завода а нормальным припоем так есть это мы подготовили пока отставим чтобы не мешало обзору теперь сами микрофоны вот они лежат два штуки точно так же мы так убираем лишнее отсюда залуживаем нормальным припоем главное не перегреть микрофон у нас цифровые и можно перестараться один есть и второй точно так же сейчас у меня фокус на с ума сойдет на камере раз два три и четыре так прилип маленько есть залудили все паяльник нам больше не нужен сейчас мы его уберем чтобы у нас он не мешался извиняюсь за мои руки что они в кадре давайте маленько зум обратно сделаем так берем наш шлейф вот так он выглядит даже очень хорошо видно берем опять же фен температура на фене тоже где-то 300 градусов многовато но мы греть будем снизу не пожгем берем микрофон пинцетом греем шлейф снизу микрофон располагаем отверстием к шлейфу к выходу один есть сел берем второй и та же самая история все микрофон у нас сел так два микрофона запаяли выключаем паяльник сейчас он температуру выдает успокоится так второй нет второй мы как-то некрасиво посадили давайте еще маленько подогреем чтобы все ровненько село уже температуру маленько выдать успел сейчас нагреется так лишнее выдавилось лишнее выдавилось все теперь нам паяльник точно не нужен давайте уберем лишний припой который у нас вылез все убрали пока это чудо теплое надо снять вот этот скотч потому что потом снять его будет тяжело снимаем и не забываем что у нас шлейф там так вот поджатый все сняли скотч его в мусорку и вот такое чудо у нас получилось шлейфик маленько помяли ничего страшного теперь не забываем там были у нас в комплекте шли вот такие вот резиночки и они по размеру как раз подходят на эти микрофоны ставим их обратно и собираем в обратном порядке камеру сейчас я соберу и мы ее проверим с вами ну что камеру я подсобрал образец записи звука вот Вот так вот она работает после замены микрофонов на микрофоны от Samsung i9300, а именно S3, обычный S3, это не менее обычный S3. Вам спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео, прожимайте колокольчик. С вами был Руслан, до новых встреч, пока-пока.